Телеканал Ньюсфронт, программа мнения, я ее ведущий Алексей Давыдов, здравствуйте. Депутат Верховной Рады Украины, некто Чернев, я уже даже не знаю, как его фамилию произносить правильно, у себя в фейсбуке написал о том, что его стороне необходимо готовиться к войне с Белоруссией. Насколько я понимаю, подобный тренд в куарах Верховной Рады, да и вообще в украинской власти, назрел и приобрел некие четкие очертания о том, почему это происходит. Мы побеседуем с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи экс-народный депутат Украины Алексей Журавко. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот это вот мнение среди депутатов, почему оно вдруг возникает? Есть пословица такая украинская, дурень-думкая, богатые, да. Ну, лишь бы ляпнуть. Сейчас тренды на высказывание разной ерунды на Украине очень много, особенно среди депутатов. С кем только они не воюют. Кто у них чего только не отбирает. Где только Путин не присутствует. Везде. Что бы не произошло, Путин. Что бы там кто-то не сделал или сделал. Россия виновата. Даже уже тараканы ползают по квартире. Виноват во всем Путин. Я уже не говорю за все остальное. В поле что-то перекатилось, да. Как перекати поле. Это КГБ. Там, допустим, трактор поломался. Это ФСБ. То есть везде, где-то ловят врагов. Ну, а теперь, естественно, Беларусь. Ну, они добалуются, ребята. Договорятся. Давайте возьмем так. Лукашенко еще по камесь. Мы видим, Крым не признает. Да, официально. Лукашенко по камесь еще, ну, полностью двери перед Украиной не закрыл. После того, как его облили в Украине грязью. Да. Ничего до сих пор не сделал. Лукашенко только начинает нам высказывать. Границу прикрывать немножко. Но он даже еще усом своим не пошевелил. Ну, такое ощущение, как будто скоро будет то же самое, что и с Путиным. Только с той стороны, со стороны Западной Украины, назовем, с той стороны, да, назовем так, будет виноват Лукашенко, а здесь, со стороны, будет Север виноват. Ну, вот здесь Венгрии уже погрызлись, да. Но я хочу сказать, не хватит у них силы. То они с российским агрессором борются. А это теперь с белорусским агрессором. Нет, у них сил не хватит. Судя по всему, это отвлечение народа от того, что происходит в стране и что творится. Вот мне кажется, что надо смотреть в сторону Донбасса. Там может что-то серьезное произойти. Оно, знаете, бурлит, бурлит, бурлит. Они продолжают обстреливать. Сейчас свободу дали этим эсэсовцам, бригадам, ВСУшникам. Они, муха пролетит или, допустим, там корова пукнет, и они будут обстреливать. Им уже теперь можно все делать. Зато в этом виноваты будут ЛНР, ДНР, народная милиция в этом виновата будет. И все остальное. Ну, руки развязали. Сами понимаете, что может произойти. Поэтому в данный момент вот там может, в Донбассе, произойти. Что касается Белоруссии. Ну, пусть репнутся. Белоруссия, вид, находится в состоянии такой же самой ситуации, как Крым. Ну, в Белоруссии войска серьезные. Плюс база российская есть. Переместиться элементарно в России. Плюс мы все наблюдали кадры последней встречи белорусского лидера и российского лидера. Это, можно сказать, союзное государство в полном этого слова формат. Все. Оно сформировано. Остались экономические некоторые вещи доделать. И все. А так фактически все. Ну, и что? Ну, это бред. Вот больше нечего людям делать, когда-то с кем-то повоевать. Вот это мое личное мнение. А вот то, что надо построить какой-то серьезный дурдом, куда это все шобла отправить, скинуть, закрыть, и закрыть их на пожизненно. Вот об этом надо еще подумать. Вот смеется сегодня Россия в лице там некоторых аналитиков. Там часто наблюдаешь на 60 минут, на Соловьева наблюдаешь. еще у кого-то. А я так про себя думаю. Ну, кричите, дебилы, ослы, ха-ха, какие глупости делать. Ведь с одной стороны, вроде то и дебилы, и дурдом надо создавать. А с другой стороны, все правильно они делают. Ведь у них повестка дня получается. Они на сегодняшний день эту повестку дня обрабатывают и скачут вокруг нее, этой повестки дня. Там зигуют, там фашинстики бегают, там вот такие полудурки делают заявления, там законов не существует. А народ-то, кукушка, дуреет. Превращаются они в это зомби. А зомби-ящик работает. А почему-то людям население говорят, Россия враг, с ней нужно воевать. А почему-то книжки меняют на зигующих, на всякое отребье, на нацистов. Детям втюкивают, кто на самом деле враг. Детям втюкают, что Украина вырыла Черное море, что оттуда Бог пришел на землю. Иисус там побывал. Вот, понимаете? Но почему-то в данный момент это действует, значит, тактика правильная. А потом берем сравнение. А Гитлера возьмите 33-й год, 34-й, и пошел, поехал. Помощь ты как накачал. И в 41-м, как? Бахнул! И почти до Москвы дошел. Правда, потом было поздно. Дойти дошел, а что с ним случилось? О! Так а вы не думаете, что вот эта вся накачка со временем может выстрелить? Вот надо об этом думать. А мы все смеемся на 60 минут. Гордея Клоуна. Повестку вырабатываем. Он рассказывает, что такое Украина. Ребят, я не хочу накаркать, но чувствую, получите вы войнушку. Да, выиграете вы Россия. Я как Украине говорю. Да, сила в ваших руках. Да и правда в ваших руках. Вопросов нет. Но может пролиться столько крови, что мамамия. Можно говорить по-всякому. У нас цирконии, у нас ракеты, у нас то. Но не забывайте, можно из двухстволки натворить много горя. Я не хочу обижаться там на Россию. Мне спасибо большое, но я хочу правду сказать. Восемь лет террора Донбасса российского. А Россия все говорит на своих не бросает. А как можно уже разговаривать? это как называют? Сколько люди могут мучиться? Крым вы пожалели. А Донбасс пожалеет. Ведите миротворцев, закончите эту херню. Я понимаю, от вас это не зависит. Вот они над вами измываются. это я объясняю на то, что вы видите повестку задают. Какой-то придур говорит, с Белоруссией будет воевать. Вот эту хотя бы надо проблему решить. Не, конечно, она решится. Рано или поздно терпение лопнет. Но это факт. Вот вам живой пример. Израиль приехал, президент приехал, ни слова израильтянин великой страны, как они называют, не сказал Зеленскому в лицо. «Слышь, ты, еврейчик, гребаный, что ж ты мне рассказываешь, когда у тебя зигуют, а наших собратьев, фашисты и нацисты, убивали и закапывали? Мимо улиц, можно сказать, проехал Бандеры и Шухевича, но побывал. Да это пособник. Вот я больше никак не скажу теперь за Израиль. Это пособник фашистов. Ему выгодно, чтобы там фашизм развивался. А по России он ничего не скажет. Мы будем помнить победу. Мы памятники поставим, потому что Россия сильная. Они напоминают и нам историю. Великую Отечественную войну коллаборации евреев. Или у Гитлера не было евреев. А что сейчас происходит? Вот это и есть тихое пособничество Израиля перед этим нацистским режимом. И мы хотим, чтобы никто не зиговал, чтобы никто не говорил про Белоруссию. Я не удивлюсь, если завтра эта зига поднимется против Израиля. Еврейская это морда. Больше никак не назвать. Я не нацист. Вот это еврейская зеленская морда. Больше никак нельзя назвать. И еврей народ не виноват в этом. Но слово Израиль должен свое сказать. Сколько людей там погибло. Зеленский это один упоротый упоротый нацист. С умственным отклонением. Но он свою программу выполняет. но пусть воюют со всеми. А вот беда будет на Донбассе. Беда будет на Донбассе. Рано или поздно этот нарыв лопнет. Вот Россия сегодня должна сделать резкое заявление в сторону Израиля. Обратно я не антисемит. Первое за что полицаи убивали евреев на Украине. Почему вы не подняли как президент Израиля вопрос о героизации нацизма. И дальше по теме. И все. Они в два кармана бить. вот это должна Россия сегодня предъявить Израиль. Хорошо 9 мая праздновая. Вот если разложить эти все вопросы по цепочке, то вы увидите, что логично и абсолютно прав. с этого все начинать. Вот этого бешеного коня под названием Украина. Извините за выражение без яиц. Надо уже останавливать. Иначе он горе принесет другим. Вот и все. Это мое личное мнение. Но знаете, когда постоянно говорят ты дебил, 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 или ты воюешь, 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 агрессор, агрессор. Оно же в голову откладывается, откладывается, откладывается. Вот мы получаем тот эффект, почему они так воинственно настроены против своего славянского народа. мы имеем одни корни. У нас один русский язык, у нас христианская вера, у нас все одно, у нас до победы одна. Великое Отечественное Украинец, Белорусец, Таджик, евреи, армяне, грузины и так далее. Можно много народов наций причитать. Это мы единый народ сделали эту победу в сфере фашизма. А что в конечном итоге получили? Получим разбитая корыта, даже еще хуже. И ворьем все это закончится. Да не селимся, да вот это на телевизоре доболтаемся. Вот это мне болтовня вся на всех этих телевизорах надоело. Хочется миров, спокойствия, в единой стране жить, рожать детей, как говорится, хочется. Строй созидать, быть могучим, поколению своему что-то умное передавать. Вот этого мне хочется. А мы играем безделушки, рождаем против себя, будем говорить, то же самое, что было в Великую Отечественную войну. Европа формирует против нас кулак. Нам не дают голову поднять. А для того, чтобы нам голову нужно поднимать, надо работать по своей повестке дня. Не нравится, ребята? Вон нафиг. Вот мое мнение. Таково. Алексей, большое спасибо за то, что вышли с нами на прямую связь. Мы сейчас прощаемся, но до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт. До свидания. Дорогие друзья, это была программа мнения на телеканале Ньюсфронт. Я ее ведущий Алексей Давыдов. Напоминаю, что некто Чернев или Чернев, это человек, работающий народным депутатом Украины, у себя в Фейсбуке написал то, что его страна должна готовиться к войне с Белоруссией. О том, почему сделано было подобное заявление, является ли это неким трендом, который сейчас превалирует в части украинского политикума, и если да, то каким последствиям все это может привести. Все эти вопросы мы обсудили с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи был экс-нардеп Украины Алексей Журавко. Спасибо за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт продолжает свою работу. Субтитры создавал DimaTorzok